А если кто не привит вас, не покушает сгон ваших, то выходя из дома того или из города того, отрясите и прах от ног ваших. И далее говорит, что отраднивается дома и за море. Вот мне вопрос задают издалека. Вам приходилось когда-нибудь так поступать, трясти прах? Я отвечаю, приходилось. Снова запрос сделать. И наверное самое больше на трясливые парки. Что они больше всего не слушаются. Да так бывает везде. Заходите в дом, в подъезд, а люди не желают слышать, нападают. Вы не отряси. Но где пыли-то наберешься? Достаточно одной пылинки. И эта пылинка будет свидетельством в будущем веке, что люди были, приходили, говорили. Но что-нибудь еще надо? Ничего больше не надо. Мы ушли, все забыто, пылинка осталась. И она будет свидетельствовать, что к вам приходили домой. Вам показывали, рассказывали. Если бы такие силы, слова были явлены в Содоме, там в Тире, в Седоне, в прахе бы все покаялись. Сколько сегодня люди слышат этого, нигде такого не было никогда. Возможность книги, записи, светные, фильмы. Человек не верит. Почему и от Радни, Содому и Гаморе. А Содом и Гаморе, они вообще ничего не слышали. В одной, в один город зашел, зашли ангелы, ну и все. Да если бы там-то каждый день ходили свидетельства, наверное, может по-другому было. Ну вот нам пример оставленный. Вот слово примут, где вас не примут. Я разбираю только слова, научить пользоваться словарным нашим запасом. Кого принять? Когда принять? Кого не надо принимать? Вот мы сейчас слышали евангельское чтение сегодняшнее. Кто будет веровать в Христица, спасен будет. А чтобы уверовать, ему надо услышать Слово Божие. И говорит, где не примут слов ваших? Слова, которые мы говорим. Вот что суть-то. Как могло быть такое учение возникнуть, что уверовал, и в первый же день куда-то надо спрятаться и не слышать. Ты под этот стих-то, Матвея, вообще никак не попадешь. Но какому монаху можно сегодня сказать, где вас не примут? Чего не примут-то? Кого не примут, когда его найти не могут? И случайно лесник натолкнулся, крестьян на него. И он понял, обнаружили, беда. Он залазит еще глубже в дебри, на болото куда-нибудь, в горы, в пещеру. И хвалится после этого. Вот встречается серапион, сануприм. И он говорит, чадо мое, поверь, как я вот ушел 50 лет назад, ты первый, кого я увидел. Кроме диких зверей, никого не видел. И это прославляется. И вот как бы открыть и сказать, где не примут вас. Значит, примут или не примут, мы все время на два варианта живем. А как принимать, не принимать, если я не приходил? Вот я пошел даже просить какую-то помощь. Ну где-то примут, где-то не примут. Где-то удастся сказать, где-то... Ну если никуда не выходил. Как эти слова? Никак, если просто нет. Ты уже преступник, ты уже прахом засыпанный. На тебя вот именно это место апостола. Ты попадаешь под то, что не принял эти слова, и на тебя апостол отрехает прах. Вот смысл-то какой. Не ты будешь отрехать. Но ты не принял эти слова, что надо идти куда-то и свидетельствовать. Марка 10, 13. Кто не примет царствие Божие, как дитя, тот что? Тот не может войти в царство небесное. Значит, принять нужно царство. А где оно? Оно приблизилось. Святая отвечает так, в лице Иисуса Христа. Он царь, пришел с ним вместе с царством. Книга Руфь, 4 глава, 6 стих. А говорит сама Витянке, пришла женщина, молодая. Ее никто не спрашивает, кого она любит. Этот вопрос вообще никогда не ставился. И они там разыгрывают такую карту. Ты ее возьмешь, родственник ближайший? Ближайший. Нет. Он говорит, я не могу ее принять, чтобы не расстроить свой удел. А ее здесь и нет без нее. А тот говорит, ну тогда по родству я ближе. И ей заявляют, все, ручь туда пошла. То есть она была претенденткой к тому, который вообще нигде больше не упоминается. А если он согласился, ну возьму, значит возьму. Ей сказали, она вот этот же день перешла. Как будто у нее сердца нет, как будто она не любит. Вообще этих слов в Библии даже нет. Ну и прогадала Руфь. Она бы сказала, да мне в чем старик-то? А он ей похвалил, говорит, ты не пошла к молодым никуда. Дочь благословенная. И дальше что? Прабабка Давида будет. А Давид ясно кто? Иисус Син Давидов, помилуй нас. Что значит послушание и принять? Она приняла наставление от своей свекровки. Вот она сказала, и ты сделай так, так. И она все точно выполнила. Да мало того, целая книга посвященная ей Руфь. Книга одному человеку. Таких героев-то найди где отдельно, чтобы ему книга-то в Библии была посвящена за послушание. А она приняла совет. А тот, который думал расстроить свой удел, он вообще исчез и больше нигде нет. Не бойся расстроить свой удел. Свои мысли, попясться маленько. Бог так говорит. Евангелист Матфей 1.2 и говорит так. Ангел явился Иосифу 1.20 и сказал, не бойся принять Марию, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. А как? Верой приняла. И вот сегодня кто к нам приходит, мы не должны бояться принять, если человек приносит Слово Божие. С человеком мы можем принять самого Иисуса Христа. А как это возможно? Это посетили? Меня посетили. Навестили? Меня навестили. И кто напоит чашей холодной воды? Награду не потерять. Принявший вас принял меня. Поэтому надо быть внимательным к людям, которые окружают нас или приезжают. Знает он Господа или не знает. Лукаш 16.4. Знаю, что делать. Чтобы приняли меня в домы свои. Когда он начал давать под расписку. Знаю, чтобы нас приняли. Нужно давать больше милости, не больше надо трудиться. Я вам снова напоминаю о том, что у нас кончилась книга к истинному православию. И объявляли сбор. Назначили человека в прошлую неделю. Кто что пожертвует, чтобы кости не сдать. Ни одной книги нигде нет. Все кончилось. Сейчас книгу отдали на проверку. Корректор смотрит. И снова из-за один прямо один к одному. Сколько же будет? 480 страниц. Лука 19.6. Из-за хей поспешил и принял его с радостью. Когда? Когда Господь увидел его и встретился и заговорил с ним. Неужели с нами Господь не заговорил через слово свое? Сегодня он с нами разговаривает через слово. И ты прими его. Как? Прими его, святые заповеди. Любите меня, Господь, соблюдите слово мое. Принять Христа сегодня надо через слово. Через ближнего. А не так. Я буду целый день ждать. А когда он придет, я его узнаю, как на иконах он нарисованный. Такой он не является. Иоанн 1.11. О великой трагедии говорит целого народа. Пришел к своим, и свои его не приняли. Почему? От неправильного учения. Вот сегодня так научает. Там Христос есть, там нет. Христос всюду все с тобой наполняет. А как же вот правило написано, с еретиками не молиться? Я говорю, а как ты определяешь, что кто еретик? Нет, вот видишь, у нас был человек, ушел с батюшкой, нельзя молиться, с нами нельзя молиться. Я говорю, а почему ты решил, что с тобой можно молиться? Это с тобой нельзя? Ответа никакого нет. А ты, раскольник еретик, ушел из церкви? Где все? А мы как? Мы как стояли, так и стоим. Отвечать-то даже другого ничего и не надо. Христос пришел своим. Своим пришел. И не приняли. Зачем удивляться, что сегодня некоторые были, ушли и не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Не иконы приняли, не храмы, не мощи, а Христа принять. Это все приложится. А сегодня, человек, крестик у тебя есть? Ну, крестик это еще не Христос. Христа сердцем прими, поверь в Него. Иоанн 3, 33. Принявший Его свидетельствует тем, что Бог есть истинно, а неверующий представляет Бога лживым. Почему такой великий грех на неверующим? Потому что Бог что говорит, а Он этому не верит, Он все время сомневается. Не просто так Ева разговаривала со змеем, а она не поверила Божьим словам. То есть она сказала, Бог сказал неправду. А вот Он подошел, сказал правду. Матфея 10, 40. Принявший вас, принимает Меня. А в ком мы можем принять Христа? Кто приходит со словом Ее, кто проповедует Его, кто живет по-евангельски. Деяние 2, 47. Охотно, 41. Принявшие Слово Его, крестились. Сегодня приходит к окрещению, ни слова не вязали, ни слышали и не приняли. Но мы не подходим под это. Я как раз и доказываю, что сегодня новая религия под именем православия. Охотно принявшие Слово. Чтобы охотно приняли, надо людям доказать, что оно Слово Божие. Дальше, чтобы благодать призывающая раскрыла сердце. Чтобы он принял и обратился. Но ничего этого нет. А как окрещение... Сегодня, если посчитать, сколько тысяч людей крестились по всей стране, по всему миру. Но кто принял Слово? А чтобы принять Его, в Него надо поверить, что это так Бог сказал. Это Дух Святой свидетельствует. Как, говорит, обратиться? Поверить через Слово. Деяние 8, 14. Самаряне приняли Слово Божие. Уверовали. Самаряне приняли. Вот какая обстановка? Для нас ничего особенного нет. У самаряне, да и самаряне. А ведь обстановка-то была очень сложная. С самарянами не сообщаются иудеи. И вдруг правоверный иудей, который говорит, в устамое не входило ничто нечистое, язычник этого не скажет. Он все равно заколет, он корейцы едят собак. И Петр, как правоверный иудей, говорит, в мое устамое что-нибудь чистое не входило, кратчатину, устрица разная, я не ел. И вдруг обращается самаряне, он с одним столом сидит, и его упрекали иудеи, что ты ходил к язычникам и ел с ними. Вот нужно нам понять, как трудно тогда было это переломить. А так сегодня некоторые, они еретики, они такие, переломив себе это, человек верует во святую Иисусу Ройцу принимает. Перестаньте играть словом еретики. Да, много ошибок, да, много отступлений. Так отступление это не где-то, а в церкви. И Господь называет церковь свою. Как? Ты почитай книгу пророка Иезекииля, 23 глава. Ты вся в кровях, валялась, никому не нужная, пуповина необрезанная, соли не присыпанная. Но я взял тебя. И если жена оставит мужа и сделается с женой другого, то может ли она вернуться назад? Не может. А я говорю, вернись. Хотя ты тысячу раз мне изменяла, говорит Господь. Ну и безбожье как не так. Вот у мусульман так. Если она, жена, была выгнана, то назад она не может вернуться, пока не сделается с женой другого. Там получит развод и тогда может вернуться. Совершенно другой закон. Она может вернуться обратно только тогда, когда побудешь с этой женой. Какой закон? А Господь говорит именно по этому закону, не человечески жестокому. По отношению к женщине. И ты вернись, и я, однако, приму тебя. И вот церковь хотя бы имела много заблуждений, а это крыльбодеяние с миром, но он ее не отрицает. Человек правильно верит во Святую Троицу. Деяние. 11 глава 11 стих. Язычники приняли Слово Божие. Я говорю по слову приняли. И везде постоянно повторяется приняли. Как они его приняли, язычники? То, что им свидетельствовали. Как апостолы проповедовали. Я по крупистам собираю и вижу, очень трудно было бы им проповедовать, если бы в тех местах не было синагоги. Язычники многое слышали. А синагоги не было, пока не было вавилонского пленения. До вавилонского пленения все говорят, храм стоял на месте, нельзя никуда больше было собирать. Теперь храма нет, везде понастроились синагоги. А живут евреи по всему миру, и туда язычники приходили и слышали. И когда Павел приходил в синагогу, язычники сразу приняли. Видите, все подготовлено было, но перед этим-то плен был, он и нужен был. У Бога все это высчитано было. Деяние 17.7 обвиняет Айасон, принял их. И все они поступают против повеления Тесаря. Вот так нас обвиняют, что мы поступаем вроде против повелений, каких-то постановлений. Нет, нас обвинять ни в чем нельзя, потому что мы поступаем по Слову Божию. А если закон государства не сходится, для нас это как бы и мимо, мы даже вообще его не замечать не должны. Деяние 17.11. Приняли Слово Божие со всяким усердием. Что такое усердие? Желание, любовь. Внимательно смотреть. Они, говорит, ежедневно разбирали, так ли это. Бывает так, оглашенный человек проходит срок, и ни одного слова по Слову Божию нет. Как это может быть так? Да ты бы каждый день вникал, да у тебя бы вопросов столько было. Да ты бы из руки у него пускал. Обращение должно быть пламенным и усердие. Усердно работает и не усердно. Усердно ученик учится не усердно. Слово усердие понятно. Но приняли Слово Божие с усердием. Они ни одного занятия не пропускали. Бывшие в вере. И написано, они были благомысленные хестолонетисты. Все легкомысленно посмотрели. Один раз ходили на занятия под разные причины. В субботу мне некогда. Воскресенье проспал. Диане 18.26 Акила и Прескила приняли. Кого приняли? Коповоса. И научили его. Надо научиться принимать, которое люди мало знают. Открыть двери свои, где-то встретиться, рассказать. Диане 10 глава. Апостол Петр говорит. И явилось сверху как полотно. И было сказано, никого, ничто не почитай нечистым, что Бог сотворил. Ведь это так и не выполнено. Кто все время заботится о том, как бы не оскверниться, а вот я с таким молиться не буду, а тот еретик, патриархам нельзя молиться, поминать нельзя. Зачем тебе почитать нечистым, когда Господь говорит, ничего не почитай нечистым. Почитающему нечистым, а тому говорит, все нечистое. Как ты можешь оскверниться через молитву? Ты не соглашаешься с ересью, с заблуждением. А то нам молиться нельзя. А они канону написаны. А ты знаешь, когда они написаны. Кого под словом еретик святые отцы употребляли. Ну ты маленько посмотри, сосуд опускается, значит ты еще на крышу не залез. Иначе ты получил этот сосуд. Никого не почитай нечистым. Мы пошли к еретикам. Они пригласили нас на свое какое-то собрание, совещание, чтобы вместе трудиться. Мы пришли. Мы видим, они совсем не так веруют. Мы говорим, что вы не признаете святую Троицу, нам молиться с вами нельзя. Да как же нельзя? Ну нельзя, наше правило. Мы соглашаемся на творить добрые дела, на социальное служение выйти. Они в комнате собрали. Мы вышли в другую комнату, повернулись на восток и стали молиться. Помолились и зашли. И дальше продолжаем разговаривать. И то, что мы там были, для нас тоже не прошло бесследно. Мы получили от них большие дары. Вот эти Евангелия, которые я сдавал книга. «Жизнь» называется на английском языке. Это все. Самый прислитель приехал и мне на машине привез. А мы им сказали, что нам с вами молиться нельзя. Вы иритики. И, конечно, объяснили. И отношения сохранились неплохие. Потому что тоже люди. Вот Деяние апостола, 28 глава, 2 стих. Когда они оказались выброшены на остров, поиноплеменники оказали нам человеколюбие. Значит, у них не было ни неприятия, ничего. Кто бы он ни был, он нуждается в помощи. Вот представь, мы считаем, кавказский пленник. Как девочка-мусульманка относилась к тому, кто в яме сидел, приходила, тайно от родителей хлеб кидала, помогла ему джать. Мы читаем, ведь мы на ее стороне. Она нарушила чудо-волю. И мы тоже можем нарушить чудо-волю, чтобы исполнить волю Божью, волю любви его. Принять любого в бедствии его с удовольствием. Кто получил лучшую премию во время войны, такая, на Экингалл было, на название. А та, которая спасала врагов на поле брани. И ее премия сейчас учреждена по всему миру. Потому что врач должен равно относиться. Враг этот разбойник или кто? Ему главное, человек уменьшить его страдания. Иаков 2, 25. Ра, блудница, приняла соглядация, то есть шпионов, и отпустила их иным путем. Вот что значит принять. А в этом была жизнь ее и ее родства. А ее родство могло быть и не 2, и не 3 человека. А со всего города она собрала. Что значит принять верою? Поэтому, кто бы нас ни окружал, что бы люди ни говорили, и святые отцы сказали, и сиритиками нужно обращаться кротко. Не даст ли им Господь познание истины? А которые признают конкретно троицы. Вот сейчас я представляю. Пришел епископ, пришел патриарх сюда. И те, которые не признают. И они бы сказали, ну скажите, в чем вы нас обвиняете? Да вот они, сергианцы. Ну какой у нас сегодня сергианцы? Сегодня, ну одинаково же все живем. Это в свое время были, шли с властями, по-другому нельзя было. Но сегодня где? Экуминизм. Ну я был, ты знаешь, я молился или не был? Ну 3 человека всего было, там 20 человек. Ну и 3, что идет о сотнях тысяч, о миллионах. И как ты всех сразу, они Богу не нужны. Ты Бога не знаешь. Бог есть любовь. И как ты можешь здесь на земле выносить суд, что все они не уводны Богу, и с ними молиться нельзя? Кремлинам 15, 7. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Какие мы пришли к Богу? Мы знали, как молиться. Да ничего не знали. У меня только одно уме было научиться молиться за едино умершего. И такого меня Господь принял. Я с юридиками столицы, они по-своему руки сложили на коленях, а я земными поклонами. Они глаза приоткрыли, смотрят, смотрим, кланятся, ну пускай так молятся. Они не знают по-другому. А я не знаю, как они молятся. Я, как они молятся, так научился, а как я молюсь, они так не научились. Потому что тоже на свой край смотрят. Галатам 4,14. Вы меня приняли, как ангела Божия. К нам приедут в этом году гости. И принять нужно, как ангела Божия, если эти люди знают Слово Божие, свидетельствовать им, говорят. 1 Тимофея 3,16. Христос был принят верою в мире. Значит, мы это приятие принимаем с верой, верою. И вера помогает нам разобраться, кто от Бога, а кто не от Бога. Кто не примет вас. Это все понимают нас. А я все расставлю по-другому. А я как принимаю? Быть может, на меня уже столько натрясли пыли. Кого я не принял? Почему не принял? Или принимаем только тех, которые к нам расположены? Мне задают вопрос. А вот патриарх бы приехал. Как бы вы его приняли? Вы же знаете, по первому мужчину, как патриарх. Ну, я больше ничего не могу сделать, но я этим как раз и выражаю. Подошел бы под благословение. Дальше. Если бы он согласился беседовать, я бы высказал все, что безобразие в храмах делается, что священники не учат только и всего. Поэтому нам полезнее не просто прах трясти, а посмотреть, кто на нас этот прах натрет, когда мы не приняли кого. И кто разговаривает о Господе, цитирует место Писания, будьте очень осторожны. Я вижу время беседы. Кто-то говорит, а другой его перебивает. Тот заговорил, кто бы не был умолкным. Говорит не человек, говорит Господь Бог. Ты считаешь? Досчитал он? Все. Теперь послушай толкование, вот как дается. Итак, нам нужно не только трясти, заботиться об этом, но очистившись, нести слово Божие и заранее подготавливаться к тому, что вы приняли. Они просто, я сходил, отримут они, не примут, я отрисую и уйду. Как говорится, галочку поставить. Куда-то пойти прежде надо долго молиться, чтобы Бог там эту остановку приготовил. Вот на этой неделе, как я ездил с шофером. Я заранее подумал, этот шофер, наверное, прежде, звать его Юрий, и взял с тобой книгу. И когда обратно готовились, я эту книгу решил дать ему. Мы рассмотрели на его лицо. Да как же так? Да вот, вы же подпишите ее мне. Ну, ручку достал. Да я дома покажу и все. Я говорю, ты знаешь, что здесь написано? Как Господу прийти? Ведь не сразу человек приходит, север посеянным. Ну, видите, заморозки, какие пшеничка вот такая, только она не растет, тепла нету. Так и в душе человека семья попала. Это не просто так. Я поехал, уже в кабине сидим, сзади вижу, братья нас благословляют, благословляют, все молятся, и безапрестат, и шофер, да так он хорошо ведет машину. 32 года такой шоферского стажа. Лишний раз нигде не обводит. Все знает. И только чуть что опять начинаем здорово расслуживать об ажах. «Не, да я ощущаю помощь». Да какой тут прах? Этот прах, который надул, я приехал весь в пыли, думаю, святой прах на мне. Так Господь дает нам через этот стих объединиться вместе и радоваться Господу. Обиду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова